В этом году на авиашоу в китайском городе Джухае заявились компания по производству частных самолетов. Это говорит о том, что в Китае есть потенциал для развития во всех смыслах высокого рынка услуг. Подробности в сюжете далее. Китайский авиасалон 2016 в Джухае. Отличная возможность поближе познакомиться с самым люксовым видом транспорта. Частными реактивными самолетами. На выставку приехала американская компания Textron Aviation. Один из самых известных производителей сверхбыстрых воздушных судов для личного пользования бизнесменами. Компания выпустила 20 разных видов самолетов, которые отвечают различным требованиям. Но самое главное, это, конечно, экономия времени. Количество часов в каждом дне ограничено. Если мне нужно куда-то быстро добраться, если от этого зависит, стану ли я первым или стану ли лидером, то, безусловно, я должен сделать все, чтобы быть на шаг впереди. И частный реактивный самолет просто инструмент для достижения этой цели. Помимо частных лиц, которые могут себе позволить такую покупку, потенциальными обладателями компактных самолетов могут стать компании или государственные учреждения. Этим воздушным судам под силу выполнять самые разные задачи. Например, доставка очень срочной посылки, перевозка пострадавших и даже патрулирование. За последние годы в Китае возрос интерес к самолетам такого типа, поскольку в юго-восточной части страны бурно развивается бизнес, а правительство находится на севере. Быстрое перемещение по такой большой стране просто необходимо. Но есть определенные нюансы. Например, в Китае пока дефицит пилотов. По мнению аналитиков, рынку нужно 5000 квалифицированных летчиков. Причем быстро покрыть эту потребность не получится, потому что в Китае нет такого количества летных школ. И у возможных покупателей остается масса вопросов. Тем не менее, в Китае ощущается стремительный подъем индустрии авиации в целом. Государственный совет КНР опубликовал план, согласно которому к 2020 году по всей стране должны появиться 500 новых аэропортов. Так что, говоря языком пилотов, пока эта сфера только-только оторвалась от взлетной полосы и набирает высоту.